Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые друзья, только что мы с Владимиром Владимировичем провели платформные переговоры в узком, расширенном составе. Признателен, прежде всего, президенту России за то, что в своем чрезвычайно плотном графике он нашел время именно сегодня посетить Беларусь с официальным визитом. Это хороший сигнал и не только сигнал. Благодаря этому сегодня мы смогли детально обсудить большой перечень вопросов белорусско-российского сотрудничества прежде всего в экономической сфере. Вы, наверное, заметили, что в последнее время мы очень-очень много времени отдали обсуждению вопросов безопасности и обороны. Ну, как вчера мы договорились, мы детально вопросы безопасности и обороны обсудили, а сегодня посвятили время в основном экономическим проблемам. В последнее время в белорусско-российских отношениях отмечается заметный подъем. Уровень взаимодействия и доверия между нашими странами во всех сферах действительно беспрецедентный. Мы можем уверенно констатировать, что экономики Беларуси и России динамично развиваются, несмотря на разного рода препятствия. Известные препятствия. Нацелены на дальнейшее развитие атомной отрасли в Беларуси на основе российских технологий. Мы подробно рассмотрели вопросы промышленной кооперации, развития машинок и станкостроения микроэлектроники. В первую очередь с точки зрения наращивания импортозамещающих производств, позволяющих обеспечивать нашу импортонезависимость, технологический суверенитет. В конечном итоге это же безопасность наших государств. Уверены в сохранении преемственности в работе нового правительства России на белорусском направлении. Неразрешимых проблем в отношениях наших стран нет. Есть отложенные, требующие более пристального внимания и глубокой проработки. Надо честно признать, что на сегодняшний день мы сняли все вопросы и нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Уверен, что и в будущем мы будем аналогично работать. В этом контексте сегодня обсудили вопросы формирования единой промышленной политики в рамках союзного государства. По сути мы должны раз и навсегда искоренить сохраняющиеся защитные меры и ограничения. В противном случае не только народы наши, но и мы сами друг друга не поймем. Значительное внимание уделили развитию транспортно-логистической сферы. Здесь мы едины во мнении, что в этой очень перспективной отрасли требуется серьезная дополнительная инвестиция. В последние годы мы по-новому посмотрели на региональное сотрудничество и по достоинству оценили его потенциал. Беларусь и ее регионы сегодня без преувеличения сотрудничают практически со всеми субъектами Российской Федерации. Растет экспорт продукции. К слову, я уже об этом говорил, 27 и 28 июня этого года в Витебске, Полоцке и Новополоцке пройдет 11-й форум регионов Беларуси и России. Мы рассчитываем, что, уважаемые коллеги, вы из России приедете на этот форум. Знаю, что будет очень интересная повестка. Разумеется, сегодня мы затронули насущную международную повестку, проблематику безопасности в мире и регионе на фоне того беспрецедентного уровня напряженности, с которым нам всегда приходится иметь дело. Здесь наши подходы абсолютно совпадают. Мы не свернем с избранного пути создания справедливого многополярного мироустройства. Я благодарен своему коллеге Владимир Владимировичу за подробную информацию о результатах его визита в Китай. Беларусь также нацелена на развитие всепогодного стороннего партнерства с Пекином, но мы не забываем и о своем развитии. Белорусско-китайские отношения от года в год также существенно прибавляют. Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной международной организации. А также благодарю россиян, руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. Я также, подводя итог, отмечу, что благодарен моему российскому коллеге за теплый братский разговор, плодотворную, конструктивную встречу, за то, что по всем темам мы нашли взаимопонимание и можем рассчитывать на дальнейшую взаимную и всестороннюю поддержку. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.